Представители организации «Зеленый лист» пришли на аппаратное совещание в мэрию. Они потребовали от Геннадия Труханова и депутатов Горсовета разорвать договор с арендатором земли под летним театром в Горсаду. Мэр, в свою очередь, назвал действия общественников провокационными, но территорию пообещал уберечь от застройки. Если эти так называемые туалетные схемы работают не на пользу громады, а на пользу конкретных коммерческих структур, они не могут иметь места в нашем городе, потому что это вызывает конфликтные ситуации, которые будут нарастать. Мы этот вопрос держим на контроле как власть и депутаты. Не надо ничего ломать и крушить. Там ничего строиться не будет. А вот на Доволановском и Польском спусках будет. В мэрии подготовили проект благоустройства этих улиц, которые ныне пребывают в неприглядном виде. Комплексное благоустройство территории, включая капитальный ремонт зданий, замену мощения, коммуникации, восстановление зеленых насаждений, установку уличных светильников, уличной мебели и так далее, малых архитектурных форм, упорядочение мест парковки, устройство дополнительных пешеходных пространств и мест отдыха. Сейчас идут переговоры с собственниками объектов недвижимости на этой территории или их представителями. Ведь некоторые владельцы пребывают за рубежом. Чтобы другим одесситам выехать за рубеж, желательно иметь при себе биометрический паспорт. А с этим есть проблемы. Уже сейчас очередь занята до мая. В департаменте административных услуг городского совета поясняют, государственный полиграф-комбинат Украина не справляется с потоком. По информации директора департамента Евгении Абрамовой, ситуация улучшится в феврале, когда на предприятии установят новое оборудование. А пока даже срочный биометрический паспорт изготовляется полтора месяца вместо семи дней, положенных по закону. Константин Гречаны, Юрий Шенкаренко, телеканал «Репортер».